Василь Калинин, человеку добршей ведомой, 20 годов служил у правоохранных органах, а лет в отчестве, захопляющих детинствах, кажется, что пешит сурвезной мастерской работой и лечит картину «Карахот девочины», которую написал на всесоюзный конкурс у 3-4 класса. Правда, доброй папиры в 60-х годах у сельской местности не было, а тому выкористов шпалеры. Работу у Москвы прикметили, а лет для удела о конкурсе все-таки не допустили. Что отличается икон, то их Василь Калинин почал писать не дедва, десекоти тому, после выхода в отставку. Икону начинаю писать утром, часов в 6 утра, и сажусь, и выхожу, значит, с ее образа уже почти где-то вижу, что что-то у меня все получилось, по 14-16 часов. Я просто не поднимаюсь, я ни на что не обращаюсь, жена меня зовет покушать, я на это не реагирую. Нет у меня в этом мире. Данная икона написана не кистью, а написана пальцами моих рук. Я вот беру и просто масло это сюда, все это втираю. Пишется только кистью, определенный где-то зрачок ставится, значит, где-то какие-то символы, а все пишется работой, пишется руками. На выставе Украинского музея, когда 30 икон, работы выконаны в основном у опошли 3 годы. Василь Калинин каже, что свои иконы не продавал Николе, только дарил. Таким чином, за речи, их сегодня можно убачить в России, Украине, Польше и Германии. Мясцовые церковные служители до такого закопления своего земляка. Одно из из остановчих, у речи, это долучение до духовного, как самого автора, так и тех, кто в этой работе бачит. Хоть и подкресливать, до написания икон необходимо отповедным чинам рактоваться. Мается на увазе пост и молитвы, что отличается передача таких икон у храмы, то этот вариант так само не выключается. Если, допустим, это не авторская работа, а канонически она, скажем так, подходит к освящению, допустим, ты смотришь на икону и определяешь, допустим, вот здесь, допустим, Казанская икона Божьей Матери, там Владинец находится на своем месте, как она была явлена, Божья Матерь. И, соответственно, да, принимается решение, что можно осветить эту икону, и она освящается. Одно из представленных на выставе икон Василий Калинин передает у добрышки храм Олега Бранского. После обояцкой процедуры освящения, я не можно будет увидеть в приходе. У Гомельской в области это один из новых храмов, его освятили в студии не 2015-го. Таких подарунков тут не отмывляются. Тем больше, что зараз у добрыша идет подрактовка до заведения еще одного, больше монументального будинка. Будовництво храма святого Олега Бранского притягивается. Все ли это у добрыша будет закладен на подморок основного будинку. Это будет свой собливый храм символ, символ единания трех народов Белоруссии, России и Украины. Василий Калинин меркует написать для его неколько икон. Олег Сентеров, Евгений Макеенко. Цель и радует компания Гомель с добрыша.